Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Сегодня, разумеется, у нас есть возможность после тех событий, которые были вчера, подвести итоги сразу данных по инфляции в еврозоне, имеющих очень большое значение для тех трейдеров, которые ориентируются на фундаментальные фоны по европейскому рынку и прекрасно понимают, какие риски и опасения стоит и можно закладывать в ожидании дальнейшего снижения европейской валюты. Ну и плюс ко всему у нас протоколы, которые были опубликованы вчера вечером, напоминаю то, что это протоколы последнего заседания Федерального комитета по операциям на финансовых рынках ФРС США, они также имеют очень важное значение, поскольку через них мы можем понять, какой позиции придерживаются большинство голосующих членов касательно дальнейшего вектора монетарной политики. Всех интересует вопрос, когда же мы все-таки дождемся повышения процентной ставки, поскольку это как раз тот самый недостающий, так долго искомый фактор для поддержки, соответственно, американского доллара. Нам нужен этот фон, нам нужен этот фактор, нам нужно это решение, и судя по вчерашним протоколам, оно уже в прямом смысле не за горами. Теперь обо всем по порядку. Начнем традиционно с динамики Brent и курса российской валюты. Здесь также есть позитив, которым я спешу с вами поделиться. Наконец-таки мы увидели локальную коррекцию, пусть незначительную, но все-таки. Это коррекция, которая может иметь, будем надеяться, как и фундаментальные, так и, соответственно, технические факторы, способные это обосновать. Но самое важное – это снижение, которое позволило трейдерам, которые делают ставку на снижение, немножко выдохнуть, потому что очень боязно было тогда, когда Brent подбирался к сопротивлению в 50 долларов за баррель. Клоус вчерашнего дня – 48.52, сейчас актив торгуется с понижением – 48.26. Да, если сослаться на силу тренда, который мы наблюдали на рынке черного золота, есть еще все-таки страх и опасение того, что Brent рванет выше 50. Но давайте сейчас не будем о плохом, будем надеяться, что фундаментальные факторы и причины слабости, они сейчас возобладают и поспособствуют тому, чтобы медведи укрепились в этом понимании и, наконец-таки, оказали стоящее сопротивление, соответственно, быкам. Более оправданные цели для Brent сейчас находятся куда ниже 45 долларов за баррель. Это, в целом, общая развесь всех факторов, которые указывают на то, что текущее состояние рынка – это крайние перекупленности. И серьезных факторов, которые действительно способны были бы убедить многих трейдеров о том, что рынок постепенно возвращается, точнее, ну, все правильно, да, возвращается в состояние переизбытка и переходит к постепенному балансу между спросом и предложением. Пока таких серьезных факторов на рынке, безусловно, нет. Если разобраться в причинах вчерашней коррекции, главная из них – это сила американской валюты, потому что протоколы, указавшие на то, что американский регулятор, в прямом смысле, на пути к повышению процентных ставок, стали причиной повышенного спроса на американский доллар, а рост доллара традиционно снижает стоимость товарного сырья. Здесь логика простая. Поскольку все товарные активы номинированы в американской валюте, по идее, чем дороже, соответственно, доллар, тем, казалось бы, выше цены на товарное сырье, но высокие цены провоцируют снижение спроса и в конечном счете приводят к снижению стоимости актива. Это такая логическая цепочка. Здесь мы видим, много звеньев сразу перескакивает, и трейдеры, когда видят сильный растущий доллар, предпочитают расподавать сырье. Собственно, так же, как и традиционно, обычно. В большинстве случаев, когда доллар слабеет, лучше делать ставку на покупку этих активов. Доллар у нас растет. Сигналов для роста американца было очень много. И эта неделя просто рекордсмен, буквально, по отчетам, которые поддержали жесткий подход к дальнейшему курсу монетарной политики и, собственно, стали причиной, благодаря которой, в том числе, попали юзди иены. Мы, наконец-таки, с вами добрались до нашего сопротивления, которое было отмечено на отметке 110. Поэтому, если сослаться, опять же, на рынок энергоресурсов, американская валюта будет выступать, точнее, даже рост ее, выступать одним из факторов, который, будем надеяться, станет причиной дальнейшего ослабления, соответственно, стоимости энергоресурсов. Плюс ко всему, трейдеры вчера еще следили за статистикой от Минэнерго США по запасам нефти. И если у вас была такая возможность, я думаю, что вы уже ознакомились с отчетом, если до этого в оторниях мы получили сигнал от API, что запасы снизились, то Минэнерго, который является более объективным отчетом, поскольку это официальные данные, просигнализировали о том, что запасы, напротив, выросли, пусть на небольшую цифру, 1.31 миллион, но в целом это тот самый фундаментальный еще один дополнительный фактор, который может способствовать оснижению позиций бренда. Если этот тренд продолжится и дальше, у нас будет локальная поддержка, которая сможет еще дополнительно оправдать эти медвежьи взгляды. Ну и в качестве такого десерта, который непременно нужно отметить для тех, кто распродает угли и водороды, это комментарий министра нефти Кувейта, который вчера сообщил о том, что сейчас регион уже поставил себе в качестве новой цели увеличение выработки с текущих объемов 3 миллиона баррелей в сутки до 4 миллионов к 2020 году. Поэтому, уважаемые трейдеры, здесь можно прийти к выводу о том, не поторопились ли многие участники рынка с оценкой ухода рисков, связанных с переизбытком. И не рановато ли стали верить в то, что рынок нетки постепенно смещается к балансу между спросом и предложением. Я не буду напоминать вам про объемы производства в рамках ближневосточного картеля. Я думаю, что те, кто внимательно осмотрит и присутствует на брифингах каждый день, помнит их. И в целом прекрасно осознаю тот факт, что объемов до производства со стороны ближневосточного картеля по-прежнему куда более достаточно, чтобы нейтрализовать эффект оснижения в других регионах. Поэтому у нас картина в целом не меняется. Я жду все-таки, когда логика возобладает и когда бренд будет торговаться на более оправданных для себя ценовых значениях. Поэтому медвежьи взгляды, они по-прежнему сохраняют актуальность. Российская валюта 66,22. Ушли мы выше 65, преодолели сопротивление 66. И учитывая то, что есть опасения того, что бренд продолжит снижаться и дальше, я полагаю, что и девуляционное давление на курс российской валюты также сохранится. Тем более, что против рубля действует уже и сильная американская валюта. И мы вчера получили сигнал того, что тренд, он скорее всего, и дальше будет развиваться. А как только мы дождемся самого повышения процентной ставки, тогда доллар покажет себя во всей красе. Разумеется, против валют развивающихся рынков он также будет доминировать. И, в частности, в паре USDRAP нам можно уже осылаться на дополнительный фактор роста, который завязан на сильной американской валюте. Поэтому давайте снова замахиваться на 67, 68, ну 70 пока поддержим про запас, поскольку для этого нужна соответствующая поддержка уверенного снижения цен на черное золото. Но все равно руководствуемся такими долгосрочными ориентирами. Далее идем. Европейская валюта против доллара. Евро снижается. И сигналов для того, чтобы евро корректировался, в частности, актуальные котировки, одну секундочку, 1,12,17, было достаточно. Можно начать прямо с сильных данных по инфляции в США, с жесткой позиции представителей голосующих членов ФРС, которые допускают возможность повышения процентной ставки до конца этого года, а может быть даже и не одного. И потом, до выхода вчерашних данных по инфляции, в качестве фактора разгрузки для евро выступал еще фон, связанный с ожиданием того, что риски дефляции сохраняются. И эти риски дефляции могут спровоцировать дополнительные действия со стороны Европейского Центрального Банка. После этого трейдеры уже стали цепляться за локальную и актуальную статистику. Вы знаете то, что вчера вышел отчет по индексу потребительских цен еврозоны. Отчет крайне плохой, поскольку индикатор не смог покинуть отрицательного значения минус 0,2%. И важно то, это годовое выражение, месячное 0 ровно, никакого прироста, но здесь очень важная параллель с позапрошлым отчетом, когда мы видели прирост больше 1% и с прошлым, когда прирост был больше 1,2%. И сейчас, по сути, индикаторы в месячном выражении находятся на пограничной территории. И вот-вот-то, также и в месячном выражении шагнет в отрицательную пропасть. Важно и то, что цены на нефть восстанавливаются в целом, и именно они должны были стать причиной, чтобы вытащить позиции индекса потребительских цен выше нуля. Но пока этого не происходит. И нужно понимать, что ситуация будет еще хуже развиваться, если цены на нефть все-таки продолжат корректироваться вниз. Поэтому у нас сейчас в качестве ближайших серьезных ожиданий эта пресс-конференция руководителя Европейского Центрального Банка Марио Драги, она, разумеется, состоится ни сегодня, ни завтра, но уже в самое ближайшее время. Я буду держать вас в курсе, мы на нее потратим много времени, потому что важно будет оценить оппозицию самого непосредственного руководства по поводу того, что же они будут делать дальше. Хотя и без выступления представителей ЕЦБ и без конференции Драги мы понимаем то, что еврозона с большой долей вероятности все-таки еще не избежит одного раунда по снижению процентной ставки, а может быть даже дополнительному рушению программы количественного смягчения. Поэтому для европейской валюты на рынке достаточно факторов, указывающих на то, что евро, в принципе, должен дальше снижаться. Хорошо, что мы и наблюдаем сейчас как раз последовательную коррекционную динамику. Наша цель 1.10, до нее остается 200 с небольшим пунктом. Полагаю, что скоро до этой поддержки мы с вами и доберемся. Фунт. Британская валюта сейчас держится особняком. Если другие инвестиционные идеи мы видим, как отрабатывают себя в плане ослабления рисковых активов и осилы доллара, то в отношении британца ничего не может поделать даже осильный доллар. Потому что доллар, говорили бы, как растет вдоль всего рынка, но фунт держится особняком. И вчера мы видели, как британская валюта показала просто безумное ралли в рамках торговой сессии, преодолев уверенно сопротивление 1.45 и даже забравшись выше отметки 1.46. Волатильность была аховой, и я было всерьез полагал, что мы сможем проделать даже в рамках торговой сессии еще не одну фигуру, потому что так активно рос рынок. И самое важное, самое интересное, вы знаете, какая причина закладывается в усилении позиций британского валютного актива. Ничего интересного, ничего стоящего. Результаты общественного мнения опроса агентства Ипсосмори, которое предложило собственное видение предстоящего голосования референдума 23 июня. И согласно тому вопросу, который она провела, следует, что сейчас 55% респондентов выступают за необходимость и целесообразность отдать свой голос, чтобы Англия сохранила членство в рамках Европейского интеграционного союза. При этом 37% против. Есть доля тех, кто сомневается, но все равно здесь перевеса в пользу большинства тех, кто голосует за то, чтобы Англия осталась в рамках ЕС. Эти настроения и эти результаты опроса тут же были конвертированы в тот рост фунта, который мы видели. Мне кажется, это чрезмерный ралли, который явно не был оправдан. Потому что до этого мы также получили уже подтверждение, что большинство склоняется в пользу первого сценария. Ну и потом, если спекулировать на теме каких-то рисков, это одно. Говорить о неопределенности, о том, что может произойти с Англией, если дело дойдет до радикального сценария. Это также относится, знаете, к категории того, что мы любим делать, как обычные трейдеры и каждодневные спекулянты. Но если говорить объективно, уже давно было ясно, что Англия останется в рамках ЕС. И это было, на мой взгляд, очевидно всем. Поэтому видеть такое ралли на очевидных вещах – это еще один нонсенс, который только вызывает опасения за состоятельность этого тренда. И, может быть, позволяет полагать, что мы можем увидеть такой же динамичный разворот, если картина изменится. Вот, к примеру, те представители, которые сохраняют нейтралитет. Если они поддерживают, опять же, лагерь тех респондентов, которые выступают за радикальный сценарий, тогда перевес изменится. И что? Мы будем наблюдать обратную динамику? Ну, на самом деле, именно на это я сейчас и делаю ставку, потому что считаю, что основания для этого есть. Вчера еще вышли данные по рынку труда. Англия безработица 5,1%, как и месяцем ранее. Зарплаты, вот удивительно было наблюдать, выросли до 2% против прошлого 1,8%. Может быть, трейдеры увидели позитив и в этих данных. Но, как такового, его на самом деле нет. Потому что 2%, если вы помните, при росте заработных плат недостаточно, чтобы разогнать индекс потребительских цен. Нужен рост больше, чем 2,7%. Об этом говорил сам Банк Англии. Поэтому рост заработных плат вряд ли повлияет на подстегивание инфляционного давления. И, соответственно, вряд ли может поспособствовать более скорым срокам повышения ставки. Тем более, что даже до этого, вы помните днем ранее, прямая формулировка от британского регулятора. То, что Англия достигнет целевого показателя по инфляции в 2% только не раньше конца 2017 года. Я считаю то, что это правильные сроки ориентиры. Соответственно, они не дают сейчас поддержки британцу, который остается в целом главным аутсайдером. Хотя бы по причине вот этой геополитической неопределенности, связанной с предстоящим Брестом. 23 июня, скажем, даты, когда состоится народная воля заявления по поводу того, где должна, точнее, в каком статусе дальше должен развиваться британский регион. Негатива достаточно. Я считаю то, что он еще может дать о себе знать и по-прежнему, но не могу позволить себе, даже после вчерашнего состоявшегося ралли, сделать ставку на роста фунта против доллара. Сегодня выйдут данные по роничным продажам в 12.30 по московскому времени. Если сослаться на экономическую теорию, классику, если растут заработные платы, по идее можно увидеть хороший отчет по роничным продажам. Потому что это два термина, которые связаны между собой. Они находятся в одной плоскости рассуждений. Но, с другой стороны, я считаю, что цикл последних отчетов, он ясно указал нам на то, что ситуация развивается наихудшим образом во всех секторах британского рынка. И, скорее всего, вот эта самая неопределенность, о которой я уже сказал, она также влияет и на активности потребителей по поводу спроса на товары длительного пользования. То есть, действительно, сейчас британцы откладывают такие серьезные покупки. Я полагаю, что до 23 июня, как я отмечал еще больше месяца назад, мы вряд ли увидим с вами хорошие показатели по роничным продажам. И сегодня я делаю ставку на слабый отчет и полагаю, что, может быть, хотя бы он укажет фунту на те уровни, которые являются для него более оправленными. Далее идем. Доллар против японской иены. Сейчас котировки 110.26. Мы оказались выше 110. Уважаемые друзья и трейдеры. Я считаю то, что если вы уже закрыли сделки по профитам, правильно сделали, но те, кто хочет получить еще больше прибыли, если не стали закрывать, я также и на вашей стороне. Потому что у доллара достаточно сигнала для роста, и если вкратце пробежаться по вчерашним протоколам. Большинство членов считают то, что американская экономика находится на пути к повышению процентных ставок. Говорили, в частности, про референдум в Англии, то, что риски есть для мировой экономики в целом. Но темпов экономического роста США достаточно, чтобы сейчас противостоять всем вот этим угрозам. И то, что экономический рост будет продолжен и дальше. В частности, позиция представителей ФРС. Мы видим то, что очень много влиятельных голосующих членов уже сослались на то, что готовы отдать свой голос за повышение ставки. Может быть, даже уже в ходе июньского заседания. Об этом говорил, кстати, Денис Лохард. Но многие из них отмечают то, что до конца этого года мы увидим как минимум два повышения ставки. Если мы посмотрим сейчас на фьючерсные контракты, которые оценивают такую вероятность, то месяц назад то, что в июне мы увидим повышение процентной ставки, вероятность была 0%. И сейчас она составляет уже 34%. Если дальше статистика будет способствовать росту доллара и, соответственно, сигнализировать о том, что американская экономика восстанавливается и растет неплохими темпами, значит, этот процентный эквивалент ожиданий участников рынка будет неуклонно расти. И, возможно, в июне мы реально выйдем на то самое решение, которое сейчас многие, с точки зрения ожиданий, недооценивают это решение. Будет предлагать возможность повышения процентной ставки. Поэтому я предлагаю сохранять длинные сделки и уже ставить на то, что USD иена сможет добраться до следующего сопротивления на отметке 112. Из других валютных пар. Доллар швейцарский франко. 0,9877. Уважаемые друзья, немножко еще остается до паритета. Также молодцы те, кто воспользовались длинной идеей еще тогда, когда пара торговалась на отметке 0,95. До паритета остается совсем чуть-чуть. И последняя статистика указывает на то, что это значение будет протестировано. По USD-каду мы с вами ориентировались на сопротивление 1,30. И уже пара торгуется выше отметки 1,3068. Нам пришлось подождать, когда ситуация поспособствует тому, чтобы канадская валюта должным образом ослабла. Но, в частности, результат он оправдывает вот эти ожидания. Для тех, кто сохраняет по-прежнему длинные сделки, я считаю, что при сохранении коллекционного тренда по нефти, при продолжении, точнее, его, мы сможем увидеть дополнительное ралли, которое поспособствует тому, чтобы пара USD-кад уже отправилась к следующему сопротивлению 1,32. Но долгосрочная цель остается также без изменений 1,35. Австралийцы и новозеландец снижаются. Мы об этих валютных парах уже говорили достаточно. Дополнительным фактором для разгрузки является сильный доллар. И по австралийцу сегодня вышли плохие данные по рынку труда. Число новых рабочих места в целом, скажем так, составило 10,8 тысячи против прошлого 25,7. Здесь уже очевидный тренд снижения. Полагаю, что мы увидим прямое затухание этого сектора уже буквально в ближайший квартал. И это непременно поспособствует тому, чтобы Резервный банк Австралии, может быть, проявил большую решительность касательно снижения процентной ставки. И к этому моменту мы уж точно будем торговаться в непосредственной близости от уровня 0,70. Из важных отчетов сегодняшнего дня. Ройничные продажи в 12.30 по Англии и заявки на пособие по безработице по США. Важный отчет для американского рынка труда и важный вдвойне, потому что сейчас мы будем обращать уже внимание на любую статистику американского происхождения и будем искать поддержку для наших длинных инвестиционных идей в этих данных. На этом все. Большое спасибо за внимание. Соответственно, хорошей вам торговой сессии. Хорошего завершения недели. И увидимся в ходе завтрашнего брифинга. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok